Никто не забыт, ничто не забыто. Это непростые слова. 9 февраля 1922 года в деревне Грибаново, на тот момент Истринского района Московской губернии, родился Семен Сорокин, мальчик с удивительной судьбой. Через 23 года группа лейтенанта Сорокина будет штурмовать Рейхстаг и первый водрузит Знамя Победы. 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут. В Музее Победы на Поклонной горе размещена панорама с подвигом группы лейтенанта Сорокина. Историю своего отца нам расскажут его дети Людмила Семеновна и Николай Семенович. Я знаю, что он достойно дошел от Московской области, то бишь от Ржева даже, вот, дошел до Рейхстага. И потом у него даже бронь была, поскольку он работал на предприятии, где можно было бы нить. И вот все равно пошел добровольцем. Всем же были разданы знамена, многим, но никто не мог пробиться. Шквал огня. А потом там это Шпрей, да, Кулютс, да, говорил про реку, это Шпрей, там же, говорит, надо еще было. Это Шпрей, говорит, как-то переправиться. Человек вот такой силы воли, такой бесстрашия. Здесь он постарше, 66-й год. Это куртка, которую отец брал Рейхстаг, сгружался в этой куртке Знамя Победы над Рейхстагом. Вот она и вот куртка. Я в музей Советской Армии, в Пуссии Ставвил, где Знамя Победы, отец говорил, что они там... На память по кусочку отрезали от этого знамя. Кусочек там, знамя. И посмотрел отцовское знамя. Эта фотография, она как раз... Секунгами, да. Тяжело стране было отвоевать эту Победу, и люди вот такие бесстрашные, как наш отец. Вот нам и создали эту Победу. Восхищаться только остается этими всеми людьми, в том числе и нашим отцом, как они воевали, как они боролись за Родину, за нашу.